Знаменитости сели в инвалидные кресла. Известные актеры, режиссеры, журналисты и блогеры проверили центр Москвы на доступность для инвалидов и проехали на колясках по Тверской улице. Они попытались выпить кофе и зайти на шоппинг-магазины. Самыми недоступными оказались подземные переходы и метро. Для участников прогулки даже пришлось перекрывать Тверскую. На Большую Садовую Инна приехала с Орехового бульвара. Главное препятствие она уже прошла на выходе из собственного дома. В подъезде я очень много времени борюсь. Подъемник поставили, но он не работает. Добились пандуса. Пандус делали так, что не выехать из подъезда самостоятельно и не заехать. От театра сатиры процессия направляется к середине Тверской. В инвалидные кресла садятся все желающие. Журналисты Сергея Пархоменко с непривычки бросает в жар. Я пока еще пытаюсь преодолеть обычный тротуар. Все само по себе не очень просто показывается. Особенно там, где есть какие-то посторонние сооружения на этом тротуаре. Очень много, особенно там было это видно, очень много каких-то столбиков, щитов, каких-то штучечек. Все это надо объезжать. Объезжать это все очень трудно. Первая остановка – магазин одежды. Пандуса нет, только ступеньки. Сергею советуют включить задний ход. Надо разогнаться, Сергей. Ни задом, ни передом в магазин не попасть. Шопинг отменяется. В ювелирном тоже нет пандуса. Зайти сюда никто даже не пытается, кроме Виктора. Своё кресло он называет вездеходом. Это такой инвалидный джип. То есть я могу хоть куда-то попасть. Обычные ребята, например, вот сюда попасть не могут. Соответственно, на этом уже можно, но не везде. Приходится видеть, экспериментировать. Там попытка не удалась, но, к сожалению, всё равно я в этот магазин попасть не смогу. Более дружелюбна кофейня европейского типа. Шикарное место, всё по стандартам, всё для людей. И в такие места хочется заходить, потому что принимают как белого человека. В метро пытаются спуститься лишь самые отважные, но все безуспешно. Спуск слишком крутой. На пересечении с Тверским бульваром очередное неудобство. Для обычной коляски бордюр высоковат. Я просто только держу пальчиками и всё. Всё сам. Всё сам. Только не касается. Почти дошли до финиша памятника Юрию Долгорукому. К нему ведёт подземный переход. Но на коляске снова не спуститься. Нет, нет, это нереально. Я, может, не буду пробовать. Коляска и пандус здесь несовместимы по габаритам. В итоге для участников прогулки Тверскую перекрывают. Уже в конце маршрута я встретила Инну. Последний раз я её видела в начале пути. На станции метро Маяковская Инна застряла в лифте для инвалидов. Ждали полчаса монтажника. Не смогли вызвать диспетчера. Но хорошо, что с нами были люди из акции. Они как-то связались с диспетчером. Но в течение получаса монтажник пришёл, отремонтировать лифт не смог. Но открыли и меня как-то на руках вытащили. Фото на память и прощание до следующей прогулки. Участники надеются, что на новом маршруте преград будет меньше. Светлана Заболева, Андрей Конаков и Сергей Чекуров. Москва, 24.